Приветствуем! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М», в которой 200000 отличных запчастей. Это турбины, генераторы, стартеры, двигатели, коробки. У нас отличный сервис и быстрая доставка. Ровно два года назад мы разобрали свой первый мотор с насос-форсункой, а сегодня, спустя два года, мы сделаем полный гайд по проблемам двигателей с насос-форсунками. Итак, встречаем 1.9 TDI. Знаменитые дизельные двигатели от концерна VAG с насос-форсунками выпускались с 1998 по 2008 год. Это надежные и ресурсные двигатели, которые имеют большой потенциал к чип-тюнингу. Сама технология насос-форсунок подразумевает то, что каждая форсунка является насосом высокого давления и впрыскивает топливо. Причем каждая форсунка имеет электронное управление. Двигатели с насос-форсунками, в частности, вот такие восьмиклапаны, применялись на всех марках концерна VAG. От Juca до Multivan, от Fabio до Superb, на Audi A3, A4, A6, также на Ford Galaxy, который создан на платформе Volkswagen Charan. Сегодня мы рассмотрим двигатели с насос-форсунками на примере данного двигателя 1.9 TDI BLT 130 лошадиных сил. Этот двигатель является практически копией двигателя ASZ. Различия только в системе EGR. Основные проблемы двигателя с насос-форсунками связаны с неполадками геометрии турбокомпрессора. Также с форсунками теряется связь, а при использовании некачественного масла страдает ГБЦ, распредвал и форсунки. А теперь подробнее об этом и обо всем остальном. Существует несколько причин, то есть много мелких причин, по которым двигатель с насос-форсункой плохо заводится. Если двигатель не сразу стартует на холодную, то причина может быть связана с завоздушиванием и износом ГБЦ. Далее мы об этой проблеме подробнее расскажем. Также этот двигатель может плохо запускаться из-за изношенного обратного клапана, который призван остановить слив топлива от механического насоса подкачки. Данный фильтр находится в трубке после топливного фильтра и пропускает топливо в одном направлении. Также мотор будет плохо заводиться из-за наличия подтекания по любым топливным магистралям. Внимание надо уделять всем патрубкам, уплотнительным колечкам и хомутам. В вакуумной системе двигателя 1.9 TDI два электровакуумных клапана. Они, по сути, одинаковые, отличаются только диаметром внутренней трубочки. Один клапан именуется N75, отвечает за работу геометрии турбины, а второй клапан N18, который отвечает за клапан EGR. Из-за рассыхания и потери герметичности вакуумных трубок двигатель теряет в тяге, так как нарушается работа геометрии турбины. Также эти клапаны могут засориться и перестают держать вакуум. Также мембраны внутренние могут треснуть. Но при наличии ловкости рук клапан можно разобрать, почистить внутренние трубочки, поменять мембраны и тем самым восстановить их работоспособность. Датчик температуры охлаждающей жидкости важен для правильной работы двигателя. Если он дает неверные показания, то тогда увеличивается расход топлива и ухудшается запуск. Оценить работоспособность датчика можно при диагностике по фактическим параметрам. На очевидную неисправность датчика указывают неадекватные данные указателя температуры двигателя. На двигателях 1.9TDI используется вакуумный тандемный насос с двумя секциями – секции вакуумной и секции подкачки. Чаще всего этот насос требует замены ремкомплекта прокладок для устранения течей топлива. Также нередки случаи попадания топлива в вакуумную систему. После этого топливо смешивается с моторным маслом и тогда уровень жидкости в поддоне растет. И нередки случаи обратные. То есть масло попадает в топливо. Это хорошо видно при замене топливного фильтра. Топливный фильтр становится черным. Эти проблемы со смешиванием топлива и масла решаются располовиниванием насоса и заменой сальника его вала. Кстати, этот сальник является не единственной причиной смешивания топлива и масла. На вакуумной секции расположен неудачный штуцер, который просто завальцован. Так вот, со временем завальцовка ослабевает и пропадает вакуум. Штуцер начинает болтаться. Если пропадает вакуум либо он не достигается до нужных значений 0,6-0,8 бар, то тогда появляются проблемы во всех системах, которые связаны с вакуумом, в том числе и с тормозами. В этом случае насос придется менять. Вот такой прекрасный насос в «АвтоСтронге» стоит примерно 30 долларов. Либо можно воспользоваться сваркой. Сварка аргона будет дорогой, но не всегда удачной. Иногда спасает холодная сварка. Секция подкачки представляет из себя роторный насос с парой лопаток-шиберов, которые прижимаются к ротору двумя пружинами. Частенько эти пружины разваливаются и попадают в полость насоса подкачки. Там они соприкасаются с движущимися элементами и наносят урон. Но перед этим двигатель будет плохо заводиться, потому что требуемое давление в 7 бар будет достигаться не сразу, а через несколько поворотов коленвала. Отремонтировать секцию подкачки непросто, потому что пружины отдельно не продаются и их надо подбирать. Поэтому лучше купить тандемный насос в «АвтоСтронге». Тандемный насос стоит вот так вот на двигателе и топливо через вот это отверстие попадает в топливную рампу, которая встроена в ГБЦ. А сегодня в разборке этого прекрасного мотора нам будет помогать Николай Лалилалай. Встречаем! Мы начинаем нашу разборочку. Так как двигатель BLT рассчитан на экологические нормы евро 4, он оснащен клапаном EGR с теплообменником, по которому отработавшие газы охлаждаются антифризом. Рядом находится дозирующая заслонка, которая в народе еще называется дроссельной, а она с электронным сервоприводом. Так вот, заслонка нужна для того, чтобы дозировать точное количество воздуха и отработавших газов. Также она перекрывает впускной тракт в момент глушения двигателя. В таком варианте клапан EGR для глушения можно отшить только программно, хотя никаких проблем с ним нет. Он легко снимается и чистится. Также ход заслонки может нарушаться, из-за этого появляются ошибки по двигателю. Также может износиться пластиковая шестерня в сервоприводе. На большинстве двигателей TDI с насос-форсункой используется отличная турбина KKK BV39A с изменяемой геометрии. Турбина надежна и в большинстве случаев она становится жертвой внешних факторов. Например, если проблемы со смазкой, то страдает вал и подшипники скольжения. Это приводит к люфту всего ротора. В таком случае можно располовинить турбину и заменить картридж. Но зачем это делать, если прекрасная целая турбина ждет вас в «АвтоСтронг»? Чаще всего этот турбокомпрессор требует внимание из-за нарушения работы его геометрии. Виной всему может стать тот самый клапан N75, электровакуумный, о котором мы рассказывали, и вакуумные магистрали. Также геометрия может подклинивать из-за скопившейся сажи. Бывают редкие случаи, когда разрушается мембрана вакуумного актуатора и тогда в поведении двигателя появляется так называемая турбояма. Также при такой проблеме геометрия может и не работать вообще. На двигателях с насос-форсунками используется широченный зубчатый ремень ГРМ. Почему? Потому что распредвал не только открывает клапана, но и давит на насос-форсунки. Также обратите внимание, что ремень ГРМ приводит помпу. Шкив распредвала здесь составной с винтовым креплением. Вот это винтовое крепление надо для более тонкой синхронизации распредвала и коленвала. Параметры синхронизации распредвала и коленвала видны в диагностическом ПО. Отклонение должно быть нулевым. В клапанной крышке данного двигателя находится мембрана системы вентиляции картерных газов. Данная мембрана нужна для того, чтобы перекрыть канал отбора картерных газов при высоком разрежении в выпускном коллекторе. То есть эта мембрана спасает от чрезмерного всасывания паров масла и газов во впускной коллектор. Нередко эта мембрана засоряется сажей и сгустками. В результате этот канал закупоривается. Давление в картере повышается и это давление начинает выдавливать масло через все уплотнения. Страдает и турбина, потому что масло из картриджа не сливается. Эту проблему не просто распознать, так как давление в картере увеличивается при постоянной нагрузке, то есть при движении по трассе. Чтобы решить эту проблему, надо снять крышку мембраны, почистить мембрану либо заменить ее. Также специалисты советуют сделать в мембране дырочку примерно 2 миллиметра для того, чтобы предотвратить закупоривание в будущем. На участке электрической цепи форсунок, которая находится под клапанной крышкой, частенько осыпается оплетка. После этого некоторые форсунки отключаются, соответственно не работают и некоторые цилиндры. При этом фиксируются ошибки, которые указывают на сбой в цепи форсунок. Эти симптомы обычно появляются на горячую. При перезапуске двигателя также эти симптомы могут пропадать. Для решения данной проблемы нужно менять всю часть проводки форсунок под клапанной крышкой. Также иногда форсунки отключаются из-за отсутствия контакта. Для решения данной проблемы надо просто поджать контакты форсунок. Распредвал двигателей с насос-форсунками работает с очень большими нагрузками. Это касается всех кулачков распредвала. Кулачки клапанов работают по тарельчатым толкателям с гидрокомпенсаторами, а вот кулачки насос-форсунок обкатывают ролики рокеров. Для защиты данных пар трения используются особые масла, то есть масла с особыми допусками Volkswagen 505.01 связка 5V40. И менять его надо не реже, чем 10 тысяч километров. Из-за проблем со смазкой в первую очередь изнашиваются кулачки выпускных клапанов и их толкателей. Чем больше изношены кулачки, тем хуже открываются выпускные клапаны и газы не могут покинуть цилиндр через выпускные клапаны. В этом случае двигатель теряет в тяге. Также наблюдается пульсация во впускном коллекторе. Еще одна причина плохой смазки пар трения в ГБЦ – это недостаточное давление масла. Дело в том, что очень важные масляные каналы находятся в осях коромысел. Каждый канал закрыт с обеих концов алюминиевыми заглушками. Со временем эти алюминиевые заглушки вываливаются и давление уходит через открывшиеся отверстия. Для переборки ГБЦ во многих случаях достаточно заменить распредвал, его вкладыши и толкатели. Каждый насос форсунка оснащена плунжером, который формирует давление впрыска в собственной камере высокого давления. На плунжер нажимает коромысло, которое приводится соответствующим кулачком распредвала. Во время движения плунжера вниз осуществляется предварительный впрыск. Затем идет впрыск основной. Давление распыления топлива насос форсункой 2000 бар при максимальной нагрузке. Дозирование впрыски моего топлива осуществляется электромагнитным клапаном. По команде ЭБУ клапан перекрывает отток топлива из камеры высокого давления. Таким образом, управляя иглой клапана, ЭБУ регулирует количество впрыски моего топлива. Насос форсунки сделан конструктивно очень удачно. Их износ развивается примерно так же, как у форсунок с Common Rail. Единственное, что эти форсунки нельзя привычным способом проверить на слив топлива в обратку. Зато можно проверить параметры впрыска и параметры работы двигателя по характерным группам параметров при диагностике. Параметры коррекции холостого хода по цилиндрам, время запирания иглы электромагнитного клапана, объем цикловой подачи – все эти параметры дадут полную картину о состоянии форсунок, а также о завоздушивании топливной системы. Единственное, что при такой диагностике должна быть компрессия в цилиндрах в пределах допуска. Чаще всего изнашивается игла и седло клапана. При этом форсунка не будет формировать нужного давления топлива из-за того, что оно будет выдавливаться из камеры высокого давления. Также форсунку можно завоздушить из-за того, что газы в цилиндре будут давить на иглу распылитель из-за недостаточного давления топлива. Насос форсунки с изношенным распылителем и небольшим загрязнением поддаются ремонту. А вот если из строя вышла управляющая игла или электромагнит, то тогда форсунку надо менять. Лучшие форсунки, естественно, в «АвтоСтронге». Форсунки надо устанавливать на новые уплотнения. Важно убедиться, что в ГБЦ нет выработки. Также после установки форсунок обязательно надо отрегулировать преднатяг. Преднатяг здесь регулируется с помощью винта и гайки. Как мы уже говорили, топливо подается к насос-форсункам из рампы, которая находится в самой ГБЦ. Обратите внимание, что на форсунках нет никаких штуцеров подачи и обратки. Дело в том, что при данной конструкции используются отверстия в ГБЦ и в корпусе самой форсунки. Сверху находится канал обратки, снизу находится канал подачи. Причем при такой конструкции лишнее топливо возвращается по двум каналам. По каналу обратки оно идет в подкачивающий насос, а по каналу подачи она возвращается в рампу топливную. Насос-форсунки в ГБЦ уплотняются двумя уплотнительными колечками. Естественно, если колечки изнашиваются, то они дубеют, и тогда топливо начинает смешиваться с моторным маслом. Для устранения этой проблемы надо доставать форсунки и менять уплотнительные кольца. А сейчас мы вам расскажем о неприятности, из-за которой давным-давно меняли головки блока, а сейчас просто перевтуливают. Форсунки из-за неудачного крепления со временем начинают болтаться. Из-за этого они протирают поверхность ГБЦ в своих гнездах. Эта выработка всегда возникает с одной стороны, с противоположной стороны крепление форсунки лапкой. Так вот, здесь мы видим выработку и также мы видим выработку в ГБЦ в гнезде форсунки. Опять же, из-за этой проблемы топливо попадает в моторное масло, и двигатель плохо заводится из-за завоздушивания топливной системы. Но слава богу, есть уже метод ремонта. Рассверливаются гнезда форсунок, туда загоняются стальные втулки и ставятся форсунки. ГБЦ в данном двигателе под ремонт, а вот распредвал просто в идеальном состоянии. С этой стороны ГБЦ в хорошем состоянии, с ней больше никаких проблем не случается. Данный мотор не товарный, он выступил в качестве учебно-методического пособия. В него попала вода, он заржавел и он в клену. Вообще, с блоками двигателей, с насос-форсунками ничего не случается. У них хороший ресурс и спросом они не пользуются. На большинстве моторов с насос-форсунками, с поперечной установкой используется отличный, надежный маслонасос с цепным приводом. На некоторых моторах с поперечной установкой, а также на всех моторах с продольной установкой используется кошмарная конструкция привода маслонасоса от балансирных валов с шестигранником. Это кошмарная конструкция, о которой мы уже рассказывали. Так что обязательно посмотрите вот это видео. По сути, мы сегодня рассказали абсолютно все о неисправности и характерных особенностях двигателей с насос-форсунками. Больше в этом двигателе проблем нет, поэтому разбираем дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На коренных вкладышах мы видим износ, характерный для старого масла. Здесь выкрашивание борозды и потертости. Если говорить о поршнях, то мы видим на донышках поршней масляный нагар. Из-за чего? Из-за того, что маслосъемные кольца закоксованы. По шатунным вкладышам они, в принципе, в хорошем состоянии. И коленвал сохранился в хорошем состоянии. Ну что, полный экскурс по моторам с насос-форсунками и наша разборка закончена. В принципе-то неплохие моторы. Извините, что не попали в наш рейтинг топ-10 дизельных двигателей. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте отличные запчасти. Помните, что с вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».